Глава шестая. Белый домик. В тот вечер американской воздушной лодке удалось ускользнуть от преследования, пользуясь быстро наступившей темнотой. — Ну что ж, придется отложить поиски. Наши товарищи-арабы будут следить за неприятелем, а мы летим на север, в радиополис. И, посмотрев на часы, Эль продолжал. — Я должен читать лекцию по радио. Однако вас надо устроить на постоянное жительство, — обратился он ко мне. — Летим ко мне, — предложил Ли. Я живу 56-30-28 на 45-6-2. — Это что же, такое длинное название улицы? — Совсем нет. Так мы называем кратко градусы, минуты и секунды географической долготы и широты. Ведь у нас нет городов, поэтому нам приходится давать такие адреса. — А где же это будет? — Примерно в тех местах, где был ваш Нижний Новгород, на Волге. — Хорошее место, — сказал Эль. — Мы полетели на наших крыльях к общественным ангарам и взяли там небольшую воздушную лодку, на которой и поднялись в воздушную ввысь. Темное южное ночное небо было исполосовано светящимися дорогами, отмечавшими путь воздушных сверхмагистралей. Огромные суда беспрерывно скользили по воздушным волнам этих светящихся рек. — Куда движутся эти воздушные великаны и где конечные пункты их маршрутов? — Они движутся по кольцевым линиям, как небесные тела, и нигде не останавливаются. — Каждый из этих воздушных дредноутов имеет свою линию. — Нам надо вон на ту, — указал Ли на вторую из пересекающихся линий. — Чем больше кольцо полета, тем выше его воздушная линия. Видите, как это удобно? В воздухе целая беседка из перекрещивающихся воздушных путей. Мы ловко причалили к несколько замедлившему движению кораблю. Вместо обычной, две тысячи километров в час, его скорость снизилась до пятисот в час, пока мы догоняли его. Нашу лодку вместе с нами ввели внутрь сигарообразного корабля, будто акула воздушного океана проглотила малую рыбешку. По прибытии на место нашу лодку сбросили вниз. На этой лодке мы добрались до аэродрома, оставили ее там, а сами, на собственных крыльях за спиною, полетели к дому Ли. Л и Эа распрощались с нами и полетели в другую сторону. — Вам пришлось лететь с пересадками. Это неудобство приходится терпеть только на больших расстояниях. В радиополис же я летаю на своем аэробиле. — Столкновений не бывает? — Исключена всякая возможность. При встрече наши воздушные суда автоматически отклоняются в сторону под воздействием радиоволны. — Вот мы и дома, — сказал Ли, опускаясь на площадку у белого домика со сплошным окном стеною на юг. Как только Ли ступил на площадку, над ней загорелась матовая лампочка. В доме также появился свет. — Вас ждут? — Нет, свет зажигается автоматически, как только я опускаюсь на землю. — Нам нужно умыться и переодеться с дороги. Я вас проведу сначала в ванную комнату. Обойдя дом, Ли открыл дверь. Я вошел в очень маленькую комнату-коробку, в которой было не больше четырех квадратных метров. Голые стены, никакой обстановки, только небольшой шкаф в углу. — Нельзя сказать, чтобы эта передняя была уютна, — подумал я. Ли очень плотно закрыл за собой дверь, подошел к шкафу и вынул оттуда две противогазовые маски. Подавая одну из них мне, он сказал, — Во избежание появления эпидемий, хотя у нас о них и не слышно, каждый из нас, вернувшись из далекого путешествия, считает своим долгом подвергнуться дезинфекции. Увы, наш организм не приспособлен к борьбе с болезнями в такой мере, как это было у наших предков. И поэтому мы все внимание сосредотачиваем на предупреждении болезней. Насморк укладывает нас в постель. Что же делать? Надо беречься. Он надел маску на лицо, приглашая меня последовать его примеру. Потом повернул маленький кран, вделанный в тот же шкаф, где хранились маски, и комната вдруг наполнилась белым, как молоко, газом. Через три минуты так же быстро воздух очистился. Ли зажег какую-то маленькую спичку. Она вспыхнула голубым огнем. Он кивнул головой и снял маску. Осталось газа ровно столько, чтобы продезинфицировать наши дыхательные пути. Теперь идем в ванную. Он открыл дверь, и я был поражен. Белая ванная комната, вся залитая каким-то особенным золотистым светом, была слишком огромной для частной квартиры. Посредине этой комнаты находился такой большой мраморный бассейн, что в нем можно было свободно плавать. По обеим сторонам бассейна шел двойной ряд белых колонн, а среди них стояли цветущие растения. В одной стороне комнаты находилась черная эбонитовая площадка с креслом, и над ним что-то вроде зонтика без материи. Возле кресла стоял шкаф. — Садитесь, — сказал Ли, и, взглянув на меня, продолжал. — Да, вам обязательно надо побриться и расстаться с вашей шевелерой. — Хм, у нас нет парикмахеров, ведь у нас волосы просто не растут. — Нет ножниц и бритв. — Ну, положим, бритву можно было бы взять из музея, но ведь это целая операция. Можно порезаться. — Кровь, заражение крови. — Брррр. Лучше я вам вызову продукт для уничтожения волос. — Вызову продукт для уничтожения волос. Что за странное выражение, — подумал я. Ли подошел к распределительной доске, скрытой цветами, и, что-то сказав, нажал несколько кнопок. Не прошло и минуты, как в стене открылась незамеченная мною раньше дверца. Там стояло нечто вроде пульверизатора. — Откуда это? — спросил я. — Прислали со склада, по автоматической трубе. Взяв в руки пульверизатор и обернув меня простыней, он спросил. — Позвольте. — Пожалуйста, — покорно ответил я и зажмурился, ожидая, что меня начнут спрыскивать. Но Ли только овеял меня какой-то пряно пахнущей струей воздуха. И этого оказалось достаточно, чтобы мои волосы упали с головы, как подрезанные, а лицо приобрело гладко выбритый вид. Ли остался доволен своей работой. — Отлично. С волосами вы разделались на всю жизнь. И, право же, так выглядите гораздо лучше. Посмотрев на лежащие вокруг меня на полу волосы, Ли вздрогнул всем телом и даже побледнел. — Волосы вообще ужасны. Но мертвые волосы еще ужасней. Простите меня, но я не могу заставить себя убрать их. Может быть, вызвать щипцы и щетки? — Только щетку. Здесь пол моется автоматически, как бы оправдываясь, сказал Ли. Но волосы, они не могут засорить трубы. Их лучше сжечь. Знаете что, мы сожжем и ваш отвратительный костюм. — Что? Сжечь костюм? — Нет, благодарю вас. — Но зачем он вам? Я вам вызову прекрасный костюм нашего покроя. Рядом со мной оказалась еще одна дверь. Ли открыл ее и сказал. — В этой небольшой комнате находится мусоросжигательная печь. — Я вас очень прошу бросить в печь волосы, костюм и... — Знаете что? Ведь мы его дезинфицировали. Убили всех микробов двадцатого века. Оставим же его как музейный экспонат. Схитрил я, желая спасти свой костюм от огня этого домашнего крематория. — Ну что ж, я согласен. — Дайте, я сниму с вас мерку. Ваш костюм будет цел, но вы все-таки наденьте другой. Ну вот так. Вы значительно выше меня. Какой цвет вы предпочитаете? — Хорош бы я был в голубеньком, черт возьми, — подумал я. — Черный, серый, в крайнем случае оливковый. — Хорошо, я вызову костюм. А пока раздевайтесь и поплавайте в бассейне. Белье бросьте вот в этот люк в полу. Ли вышел. Я разделся и начал опускаться по белым ступенькам к воде. Но едва пальцы моей ноги коснулись воды, я вскрикнул от неожиданности, почувствовав уколы тысячи иголок. — Простите, — услышал я голос Ли около себя, хотя его не было в комнате. — Я забыл предупредить вас. Вода электролизована. Мы не можем обойтись без этого. Электричество — это массаж для наших нервов. Я сейчас уменьшу ток. Ли вошел, повернул рычаг, разделся и бросился в воду. Поплавав и поныряв, мы вышли. Купание в электрической воде чудодейственно освежило меня. — Теперь еще одна электризация, — сказал Ли. — Сядьте на этот стул. Я покорно уселся на стул, стоявший на черной ибонитовой площадке. И вдруг с концов прутьев зонта заструились потоки бледно-лилового света. — Электрический душ. Хорошо? — Да, да, очень хорошо, — сказал я, чувствуя себя как преступник, приговоренный к смерти на электрическом стуле. Однако все обошлось благополучно. — Теперь вот сюда, — продолжал Ли распоряжаться мною. — Пройдите к этому шкафу. Это, так сказать, автоматический доктор-контролер. — Дайте вашу руку. — Так. — Это сюда. Ли приложил к моему пульсу и сердцу пластинки, прикрепленные к шнурам, и погасил свет. На экране появилась светящаяся кривая линия. Она отмечала удары моего сердца. — Да, сердце у вас немного не в порядке, — сказал Ли. — Посмотрим желудок и легкие. На экране появилось изображение моих внутренних органов. Легкие в порядке, но желудок сильно сокращается. Очевидно, на одном химическом питании, пилюлями, вам трудно существовать. Организм еще не привык. Я закажу вам что-нибудь вроде каши и мусса. У нас также не все еще перешли на пилюли. Есть любители более существенной пищи, хотя все эти блюда очень легкие и полужидкие. Ли зажег огонь. Я вздохнул, вспомнив о хорошем куске мяса. Но об этом не приходилось и мечтать. Не убьют же они ради меня последнюю корову из зоологического сада. — Ну что ж, у вас все относительно в порядке. А я приму электромассаж. Ли, улегшись на длинной скамье, нажал кнопку, и вдруг из-под скамьи вылезли какие-то руки-стержни, оканчивающиеся шарами, ручками, лопаточками. Все эти руки накинулись на тело Ли и стали мять его, тереть, пошлепывать, барабанить, гладить. Со стороны казалось, что Ли попал в лапы какого-то страшного паукообразного насекомого. Хорошо, что Ли избавил меня хоть от этого удовольствия. Я бы, наверное, заорал от страха, переломал суставы этих металлических лап и свалился со скамьи. Но Ли чувствовал себя превосходно. Переворачивался с боку на бок и повторял. — Ох, хорошо. Отлично. Наконец, эта экзекуция кончилась. Ли быстро поднялся и оделся в чистую голубую тунику. — А вот вам, — сказал он, подавая мне такую же тунику из серебристой ткани. Я оделся, и когда посмотрел в большое зеркало, вделанное в стену, не узнал себя. У меня исчезли не только волосы на голове, но и брови. Костюм придавал мне самый странный вид. — Показаться бы на Кузнецком в таком виде, — подумал я. — Теперь пять минут отдыха. Ложитесь на это плетеное кресло. Мы легли. Свет опять погас. Вдруг стена против нас будто упала, открывая вид на берег моря. Луна зажигала изломы волн. Пальмы тихо качались. Я залюбовался зрелищем. — Я люблю этот уголок Средиземного моря, — сказал Ли, — и часто вызываю его. — Передача по радио, — добавил он. — Отдохнем, и я познакомлю вас с моей женой. — Вы женаты? — Да, идем. Экран погас. Я направился к молодой красивой женщине, по привычке протягивая руку. Но она не поднимала своей руки, и я вспомнил, что у этих новых людей рукопожатия не приняты. Я сделал еще шаг и ударился головой о невидимую преграду. Женщина рассмеялась, но тотчас сдержала свой смех и обратилась к мужу. — Ли, ты разве не предупредил нашего гостя? — Я полагал, что он уже привык к нашим экранам, — сказал Ли. — Опять экран. Я был уверен, что вижу живую женщину, а не ее изображение. — Я пока оставлю вас, — сказала Инн. — Через десять минут мы будем ужинать. Экран погас. Когда комната осветилась обычным светом, я оглядел ее и еще раз поразился. Комната была втрое меньше ванной и совершенно лишена мебели. Голые стены без единого выступа и украшения. Неужели это единственная жилая комната? Ли улыбнулся, заметив мое удивление. — Ваше жилище очень скромно, — сказал я. — Зато удобно и гигиенично. Ли нажал ногой на одну шашку паркетного пола, и вдруг из него поднялся круглый стол на круглой колонне и два стула. — Садитесь, — сказал Ли. Мы уселись. — Спрашивайте, — с улыбкой предложил Ли. — Действительно, мне приходилось расспрашивать без конца. — Эль говорил мне, — начал я, — что у вас нет правительства, нет служащих, нет чиновников. — Но как же вы ведете свое хозяйство? — Вот вы вызвали мне костюм. Значит, должен же кто-то вести учет. — Учет у нас поставлен образцово. Все это теперь делается очень просто, механически. Я вызываю нужную вещь. Механически она передается из склада и присылается сюда по пневматической трубе. Одновременно счетчик отмечает отпуск этой вещи. Тот же автоматический счетчик подводит итоги. И к концу года мы знаем, какая у нас потребность в том или ином предмете, какой годовой прирост, сколько надо заготовить для будущего. У нас нет меняющихся мод, и некоторые запасы переходят из года в год. Так во всех предметах потребления, вплоть до летательных машин. — Но должен же быть какой-нибудь контроль. Разве у вас совсем не бывает злоупотреблений? Ли в недоумении поднял брови. — Какие могут быть злоупотребления? Я что, вызову себе лишнюю воздушную лодку? А зачем она мне? Разве я могу полететь сразу на двух? — Продать ее я тоже никому не могу. Во-первых, потому что у нас нет денег, а во-вторых, потому что каждый сам может взять, что ему нужно. По этой же причине нет никакого смысла красть или присваивать. У нас совсем нет преступлений этого рода. И не то, чтобы мы стали нравственней, а просто преступлений потеряли всякую цель. Мы имеем все, что нам надо. Вот вы сказали, что жилище очень скромное. Но что необходимо для здоровой жизни? Свет. Вы видите прекрасное освещение для ночи. Электричество. Нет, бактерии. Бактерии? Да, светящиеся бактерии. И это окно во всю стену для солнца. У нас идеальная вентиляция и отопление, в которой, впрочем, нет особой нужды, так как мы отеплили весь климат наших широт. Ну, что же еще? Ну, культурные потребности. Музыка, книги, картины. Вы еще познакомитесь с нашим искусством, нашими культурными потребностями. Ну, тогда еще один вопрос. А где находится ваша жена? Жена на Южном Алтае. Врачи прописали ей горный воздух. Давно? Два года. Но ведь для нас не существует расстояния. Мы часто навещаем друг друга, видимся и говорим так же часто, как если бы мы жили в одной комнате. Есть супруги и очень любящие, которые постоянно живут на расстоянии тысячи километров и находят это удобным. Вообще, вам надо понять одну вещь. Никогда еще, по крайней мере у нас в Европе, Азии и Африке, человечество не жило такой дружной, сплоченной семьей, несмотря на то, что отдельные члены этой многомиллионной семьи физически в большей степени разбросаны, чем раньше. Мы находимся в постоянном общении. У меня есть друзья везде, от полюса до полюса, и я веду с ними непрерывные беседы. У нас часто бывают собрания, съезды, где мы обсуждаем наши общественные дела. Но все это мы делаем, если хотим, не выходя из комнаты. Свет погас, и кран засветился. — Ну, вот и я, — сказала Инн. Мне казалось, что она подошла к нашему столу и уселась в кресло рядом с мужем. — Дети будут сегодня? — спросил Ли. — Ко сказал мне, что он сторожит в Аравии, и во что бы то ни стало хочет первым разыскать шпиона. А царь? — Вот и я. И к столу подошел еще один призрак, юноша, очень похожий на Ли. — У него такие большие дети, — подумал я. — Сегодня мы будем пировать, — сказал Ли, познакомив меня с сыном. — Надо показать этому допотопному человеку, что и мы знаем толк в хорошем блюде и приятном напитке. Глава седьмая Все вижу, все слышу, все знаю. Ли нажал кнопку у края стола, и вдруг на нем появились два прибора и необычайно узкие, как химические колбы, высокие рюмки. В тот же момент на столе жены инженера Инн также появились блюда. Она вызвала их. Ли поднял рюмку и предложил мне посмотреть жидкость на свет. Рюмка казалась спектром. Жидкость была налита слоями, и каждый слой, не смешиваясь с другим, имел свою окраску. — Пейте медленно, маленькими глотками. В этой жидкости нет ни капли алкоголя, но зато есть кое-что другое, безвредная и, ну, вы сами узнаете. Я, по совету Ли, стал пить очень медленно. Не могу передать своего ощущения. Это была какая-то вкусовая симфония. Вкус все время менялся, и каждый глоток доставлял мне неизъяснимое наслаждение. Я почувствовал необычайную ясность мыслей и какую-то особую жизнерадостность. — Это не искусственный подъем нервов, а очищение мозга от токсинов, продуктов отравления, — сказал Ли. — Никогда еще я не испытывал такого вкусового наслаждения, — сказал я. — Вы еще усилите его вот этим блюдом. И Ли придвинул мне мусс. — Вкусно? — спросил, улыбаясь Ин. — Изумительно, — ответил я. Сын Ли с удовольствием смаковал такой же мусс на своем столе на экране. — Вы еще учитесь? — спросил я юношу. — А почему еще? — ответил он вопросом. — Ну, потому что вы молоды. Учитесь в какой-нибудь школе или университете. Вот что я хотел сказать. — В школе? В университете? — опять с недоумением спросил юноша. — Неужели у Ли такой глупый сын? — подумал я. Но скоро мне пришлось убедиться, что я поспешил со своим выводом. — Он не понимает вашу мысль, потому... — ступился за сына Ли, как бы угадавший мою мысль. — Потому что у нас нет школьного возраста и у нас нет школ. Видя мое изумленное лицо, Ли разъяснил мне. — Еще ваше время ставило себе задачей приблизить школу к жизни. На этом принципе мы строили свою трудовую школу. Нам удалось осуществить этот принцип, как говорится, на все сто процентов. Школа и жизнь слились у нас воедино. Или, если хотите, жизнь и практика стали нашей единственной школой. Но теория... Она изучается так же, но это изучение не отрывается от жизни и практики. Отпив из своей длинной рюмки, Ли продолжал. — Надо вам сказать, что управление нашими машинами столь несложно, что даже подростки справляются с ними и делают это очень охотно. Даже стоя у станка, они могут слушать лекции по радио. — Опять радио? — Да. Именно радио уничтожило ту школу, которая была в ваше время, когда она в большей или меньшей степени оторвала от жизни. — Радио учит нас от колыбели до крематория. Мы учимся всегда и всюду. Мы пополняем свои знания на работе, если она не требует особого внимания, и на прогулке, даже и во время воздушного путешествия. Мы слушаем лекции величайших ученых, мы присутствуем при опытах, мы следим за формулами, появляющимися на экране. Только там, где нужен непосредственный опыт, мы прибегаем к вещам, колбам, станкам, сверлам, но они всегда к нашим услугам. И в заводских лабораториях, а отчасти и на дому. Для химических опытов, например, мы всегда можем вызвать на дом все нам необходимое. — Вы, вероятно, еще более удивитесь, — сказала Инн, — если узнаете, что мы почти не читаем книг. — Да, это верно, — подтвердил Ли. — Мы больше пользуемся звуковой передачей. — Но как выделить из радиопередачи то, что вам нужно? Ведь у вас одновременно должны действовать сотни радиостанций. Каждая радиостанция действует на своей волне, а длина этих волн теперь различается не только метрами, но и сантиметрами, и даже миллиметрами. Причем мы совершенно легко выделяем нужную станцию, если даже длина волны ее отличается от волны другой станции всего в несколько миллиметров. «И потом, — деловито заявил Цаль, — этих станций не так уж много, как вы предполагаете. Наша сеть радиостанций построена по системе поясного времени или, иначе сказать, по градусам долготы. Одна станция на 15 градусов, так как время отличается на час, считая на ваше время через каждые 15 градусов. Поэтому от западного берега Африки до восточного берега Азии у нас существует всего 10 главных радиоустановок, которые наполняют радиоволнами каждая свои 15 градусов долготы от полюса до полюса. Есть, правда, еще центральные радиостанции, их радиус действия охватывает всю нашу территорию. Но мы пользуемся ими только для связи с 10 поясными». «Ты еще не сказал о радиостанциях для передачи энергии», — добавил Ли. «Но с ними я еще познакомлю вас». «Да, радио внесло огромные изменения во всю общественную жизнь. Изменения, о которых вы, вероятно, не смели и мечтать. Радио упразднило необходимость физического скопища людей. Это было огромным гигиеническим достижением, и в то же время радио сблизило людей в общественном смысле. Радио уничтожило не только старую школу, но и старый театр и кино. У нас нет душных, переполненных публикой кино, театральных и концертных залов, аудиторий». «Почему бы нам не познакомить сейчас нашего гостя с театром», — предложила Инн. «Отлично», — согласился Ли. «Для этого нам не нужно бежать за билетами и тащиться на ваших ужасных трамваях». Вторая белая стена комнаты вдруг, как по волшебству, превратилась в сцену, если только то, что я видел, можно назвать сценой. Такого художественного богатства, такой обстановки, таких сценических и световых эффектов я не только никогда не видел, но и не предполагал, что они возможны. Мелодичная музыка сопровождала игру актеров. Это был новый род искусства. Речь переходила в пение, и тогда казалось, что идет опера. Жесты и движения были естественны, но так слиты с музыкальным фоном, что это можно было бы назвать каким-то новым балетом. Свет менял свою окраску вместе с мелодией и казался светящимися звуками. Это было какое-то синтетическое искусство. Я сидел как очарованный и был огорчен, когда экран погас. — Вот мы и побывали в театре, — сказал Ли. — Наши театры совсем не имеют зрительного зала. У них только огромная сцена и еще большее помещение для декораций и машин. У нас только десять театров. — По поясному времени? — Да, тоже по поясному. Только десять труб. Но зато все они состоят из первоклассных артистов и художников. Как видите, искусство также стало достоянием всех, как наука. — Неужели? — Я слушаю. — Восемь. — Д. — Семь. — С. — Угу. Совершенно верно. Обернувшись ко мне, Ли сказал. Мой друг, Вади, завзятый шахматист, сообщил мне, что он разрешил задачу, которую я задал ему. — А где он сейчас? — Спросил я. — Да все подстерегает американского шпиона, летая над Красным морем. — Да, шахматы, — продолжал Ли, — неумирающая игра. Но и она уже не удовлетворяет нас. Мы исчерпали почти все возможные комбинации. Всякое новое является событием. У нас есть новые развлечения, новые виды спорта и искусства, которые, к сожалению, недоступны вам. Мы, например, испытываем настоящее эстетическое наслаждение, следя за ходом разрешения проблем высшей математики. Наши математические гении увлекают нас своим творчеством едва ли не в большей степени, чем вас увлекали ваши божественные тенора. В этой скромной комнате мы можем иметь все, что дает искусство, знание, жизнь. Каждый из нас может сказать «все вижу, все слышу, все знаю». По крайней мере, могу узнать все из сокровищницы науки и видеть все, что творится в мире. Речь Ли была прервана каким-то странным звуком, напоминавшим отдаленный фабричный гудок. Этот звук почему-то встревожил Ли, Инь и Цаля. Они сосредоточенно замолчали. В наступившей тишине прозвучал голос. Алло, говорит радиополис. Всем, всем, всем. Нам удалось получить радио из Америки. Рабочие восстали на заградительных радиосооружениях, захватили в свои руки береговую радиостанцию и успели нам сообщить, что, несмотря на ужасный террор, восстание разрастается. Просят о помощи. Последние слова радиотелеграммы. Гибнем от дьявольских лучей. Помогите. На этом радио окончилось. Побледневший Ли поднялся. Несчастные. Они сожжены этими дьявольскими лучами. Больше медлить нельзя. Обратившись к экрану, Ли сказал. Мы еще увидимся сегодня. Жена и сын кивнули головами. Экран погас. Надо привести в боевую готовность наши силы, которые до сих пор служили мирному труду, сказал Ли. Летим со мной. Кстати, вы посмотрите наши силовые установки. Однако в эту ночь нам не удалось осмотреть силовые установки. Вади, решая шахматные задачи, не забывал зорко наблюдать горизонт. Скоро он сообщил, что неприятельская воздушная лодка вновь появилась в небе, что эскадрилья арабов гонится за ней, но отстает. — Лодка летит на север. Попытайтесь отрезать ей путь. Через несколько минут я и Ли уже летели на нашей воздушной лодке навстречу врагу. Вади по радио руководил нашим полетом. Ли осветил экран своеобразного перископа, и мы увидели приближающуюся лодку врага, а за ним, как стая птиц, летели аэропланы, преследовавшие его. Вдруг один аэроплан вспыхнул и начал падать. — Они погибли! — воскликнул я. — К счастью, кажется, нет, — ответил Ли. Американец сжег лучами только крыло аэроплана. — Но летчики падают. — Это не страшно. — Как не страшно? — Однако прежде чем я задал этот вопрос, летчики раскрыли крылья за спиной и начали плавно снижаться. — А что, если американец пустит испепеляющий луч в нашу лодку? — спросил я с тревогой. — Ее поверхность неуязвима. Мое изобретение, — скромно сказал Ли. — Массовое применение его еще только налаживается. Началась бешеная погоня. Американцы летели на север. Наша лодка не отставала. Когда настало утро, я увидел сквозь перископ белые пространства. — Снег? — спросил я. — Да, мы за полярным кругом. Мистер Шпион, по-видимому, направляет свой путь в Америку через Северный полюс. Скоро мы вошли в полосу сплошных туманов и туч. Даже сильный прожектор не мог обнаружить врага. — Проклятие! — выбронился Ли. — Если бы Америка не мешала, мы отеплили бы и полюс. Собственно говоря, это мы могли бы сделать и сейчас. Но выгоды не вознаграждают затрату энергии. Неужели ему удастся скрыться? Однако у шпионов, очевидно, была цель остаться во что бы то ни стало в пределах Европейской России, я называю по-своему, и выполнить какое-то поручение. Нам сообщили, что лодка обнаружена позади нас, значительно южнее. Она шла на большой высоте, но ее сумели обнаружить. Мы полетели на юг. Целая эскадрилья таких же неуязвимых для дьявольских лучей лодок окружила врага. — А вы можете испепелить лодку шпионов? — спросил я. — Она так же неуязвима для лучей, как и наша. Мы можем только бросить обыкновенный взрывчатый снаряд. Однако, видя себя окруженным со всех сторон, шпион вдруг произвел совершенно неожиданный для меня вольт. Лодка пошла вертикально вверх. Наши лодки последовали за нею. Мы переместились на корму. Пилоту, вероятно, было очень трудно управлять в таком положении. — Куда же-то он? На Марс? — спросил я. — Немного пониже, — улыбаясь, ответил Ли. К счастью, или к сожалению, и его, и наши лодки построены не по принципу ракет, которые могут летать в безвоздушном пространстве. Они движутся при помощи винта особого устройства. Смотрите, лодка замедляет ход. Воздух становится все реже и не служит опорой пропеллеру. Мы догоняем. Но нам надо подняться еще выше, чтобы бросить взрывной снаряд сверху. — Вывезет ли наша машина? — Отлично. Он не идет дальше. Еще бы немного. — Везет. — Вот. Но в этот момент воздушная лодка врага как снаряд грохнулась вниз, а вслед за ней полетели в бездну и мы. Я думал, у меня лопнет сердце. — Катастрофа! — спросил я, задыхаясь. — Нет, только уловка врага, — ответил Ли, сидя на спинке кресла. Я посмотрел на перископ. — Что это? — Море? — Да, Черное море. — Он грохнулся в волны. Он погиб. — Нисколько. Лодка под водой так же хорошо плавает, как летает в воздухе. Ему не удалось скрыться в небе, и он пытается скрыться в воде. Перед самой поверхностью воды наша лодка остановилась. — А мы? — Видите, другие лодки уже нырнули вслед за ним. Остальные будут дежурить на поверхности. Отсюда ему трудно уйти. — Я не могу больше оставаться здесь, надо спешить на осмотр силовых установок. Но сначала дадим отдых нашему пилоту. — На берег. Остановка, снижайтесь, — сказал Ли. Лодка плавно опустилась. Дверь кабины пилота открылась, и на пороге появилась Эа. — Опять вы в этом опасном предприятии? — с удивлением спросил я. — Разве оно опасно только для меня? — без рисовки спросила девушка. — О, она у нас молодец. Один из лучших и бесстрашнейших пилотов. — Устала? — Нисколько. — Тогда летим скорее на гелиостанцию. — Глава восьмая. Солнце под ермом. Воздушный корабль начал винтом забирать высоту. — Мы летим в солнечный край, который когда-то назывался Туркестаном, — сказал Ли. — Там мы добываем солнечную энергию. — Но это далеко не единственный источник энергии. — Если бы я стал описывать вам все способы добывания нами энергии, вам пришлось бы слушать не одни сутки. — Достаточно сказать, что каменный уголь, например, Атмосфер мы давно оставили, его осталось слишком мало. — Кажется, нет больше ни одной силы природы, которую бы мы не использовали. — Мы добываем энергию, пользуясь работой ветра. — Мы покорили вулканические силы, заставили работать земной магнетизм и земные электрические токи. — Нам служит атмосферное электричество. — Даже грозу, которые некогда с ужасом поклонялись как страшному богу, мы запрягли на службу человечеству. — Морские волны, морские приливы и отливы — наши работники. — Я уже не говорю о водяных двигателях. — Высокую культуру мы теперь измеряем по количеству потребляемых киловатт. — И, я думаю, это самый верный и точный измеритель. — Все безграничное количество энергии, получаемой нами, мы перегоняем в центральные аккумуляторы и оттуда распространяем по радио во все уголки наших стран. По поверхности земли, в небо, где летают наши корабли, в глубину океана для наших подводных судов и даже под землю. — Ну вот, мы, кажется, и прилетели, — сказал Ли. — Наш воздушный корабль мягко опустился, и я вышел из кабины. Как нехорошо освещалась внутренность корабля, я невольно прищурился от яркого солнца. Оно резало глаза до боли. Я бывал на юге, но этот свет как будто стал ярче и ослепительнее. — Наденьте темные очки, — сказал Ли, подавая очки. — Вы и не привыкли к этому освещению. Надев очки, я увидел, что ослепило меня не столько солнце, сколько огромные зеркала, отражавшие его. Эти зеркала имели форму усеченного конуса. По оси его были расположены паровые котлы, окруженные стеклянным футляром. Особое приспособление с часовым механизмом поворачивало зеркала вслед за солнцем. — Видите, как все это просто, — сказал Ли. Зеркала, поставленные под углом, собирают солнечные лучи в один фокус и нагревают воду до точки кипения. Получается пар. Он приводит в действие электрические машины, а энергия, как я сказал вам, передается по радио. К Ли подходили люди в таких же костюмах, как и он, ни лицом, ни наружностью, не отличавшиеся от него. Ли говорил с ними о сложных технических вопросах, бросая непонятные для меня слова и термины. Когда мы остались одни, я спросил. — Вы, вероятно, разговаривали с инженерами. — Ну, а где же рабочие? Я хотел бы посмотреть на них. Ли окинул меня удивленным взглядом. — Рабочие? — Каких таких особенных рабочих вы ищете? — Мы все рабочие. Один из нас знает немного больше, другой меньше, один более талантлив, другой менее — вот и вся разница. Но, вернее, пожалуй, сказать, что да, у нас все инженеры, потому что каждый из наших рабочих знает больше, чем знали инженеры вашего века. С нескрываемым удивлением смотрел я на работу этих инженеров. Здесь никто не кричал, не распоряжался, каждый знал свою роль, все работали согласованно, как музыканты в оркестре без дирижера. — Вы удивлены этой концертностью? — спросил меня Ли. — Да, тут есть маленький секрет. Конечно, здесь большую роль играет простая привычка к коллективному труду. Вспомните хотя бы пчел, которые умеют так дружно работать, не мешая друг другу. Но у нас дело обстоит несколько сложнее. В тех случаях, когда нам надо срочно произвести работу, требующую участия рабочих масс, мы пускаем в ход передачу мысли на расстояние. Невидимый вами дирижер направляет и координирует действия отдельных работников и массы в целом. — Передача мысли на расстояние? — В этом нет ничего удивительного. Эль говорил, что и в ваше время уже знали, что всякая мысль сопровождается излучением электромагнитных волн. Мы развили в себе высокую чувствительность к восприятию этих волн, и при помощи передачи мысли на расстоянии нам удалось создать идеальные трудовые артели. — Но не подавляет ли это личность? — В вас еще не отмер индивидуалист, — улыбаясь сказал Ли. — У нас нет противоречий между личностью и обществом. Все, что полезно обществу, полезно личности. — Настанет время, — продолжал задумчиво Ли, — и энергия мысли заменит собой радио, по крайней мере, в области обмена мыслями. Мы иногда и теперь прибегаем к этому способу разговоров. — Какая, однако, невыносимая жара, — сказал я, задыхаясь от зноя. — А, спустимся в подземные галереи. Там вы освежитесь, — предложил Ли. — Шахты, — спросил я. — А вот увидите, — загадочно ответил Ли. И мы спустились по отлогой галереи на широкую площадку, находящуюся под землей. — Сядем в лифт, это будет скорее. Лифт перенес нас на глубину двух десятков метров. Выйдя из него, я увидел, что нахожусь посреди огромной круглой залы с высоким сводчатым потолком. Мягкий свет заливал эту залу. Во все стороны от нее шли широкие тоннели. Мы углубились в один из этих уходящих вдаль тоннелей. Я с удовольствием вдыхал чистый свежий воздух. Туннель все расширялся, и в конце его я увидел нечто, заставившее меня остановиться от неожиданности. Казалось, я вижу мираж в пустыне. Перед нами вырос огромный тропический сад. Среди пышной и сочной растительности струились фонтаны. Дорожки были посыпаны золотистым песком. Посередине сада покоилось тихое озеро, необычайно чистой голубой воды. Множество птиц летало между деревьев, наполняя воздух щебетанием и шелестом крыльев. И над всем этим голубой полок неба, или стекла, я не мог этого определить, с огромным солнцем посередине. — В этом подземном городе живут работники нашей солнечной станции, — сказал Ли. Не правда ли, хороший уголок? Многим так нравится здесь, что они проводят под землей все свое свободное время, наслаждаясь тишиной, прохладой, прекрасным воздухом и солнечным светом, который передается сюда системой зеркал. Радиоэкраны позволяют им видеть все, что происходит в мире на поверхности земли. Их комнаты ничем не отличаются от моего белого домика. Если у нас будет время, я покажу вам замечательный аквариум и зоологический сад. Слова Ли были прерваны каким-то грохотом, раздавшимся над нашими головами. Ли насторожился. — Идем скорее на поверхность, там что-то случилось, — сказал он. Мы быстро поднялись и вышли, вернее вошли в горячую печь ярких лучей туркестанского солнца. В тот же самый момент я увидел странное явление. На безоблачном небе вдруг образовалось прямо над нашими головами небольшое черное облачко. Вдруг ослепительное даже в лучах солнца молния прорезало облако и, полоснув по небу, ударило в зеркальный собиратель солнечных лучей. Я невольно пригнулся от последовавшего удара грома. Осколки зеркала брызнули в разные стороны, как золотой дождь. — Разрядник! — закричал Ли. Но люди уже сами знали, что делать. Не прошло и минуты, как в разных местах из-под земли начали показываться толпы людей с различными инструментами. Казалось, будто кто-то раскопал огромный муравейник, и все муравьи вышли наружу. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы люди работали с такой быстротой и организованностью. Их было не меньше нескольких сот, и тем не менее не слышалось ни криков, ни приказаний. Каждый знал свое место, работал как часть хорошо слаженной машины. Никто никому не мешал ни суеты, ни давки. Одни несли запасные зеркала, другие раздвигали складные лестницы, иные разбирали осколки. Не прошло и нескольких минут, как солнечные установки были исправлены, мусор и остатки зеркал унесены. Люди ушли под землю, и ничего больше не напоминало о разрушении. Я был восхищен этой необычайной организованностью и невольно вспомнил слова Ли об оркестре, руководимом невидимым дирижером при помощи излучения мысли. — Однако что произошло? Откуда эта неожиданная гроза? — спросил я Ли, когда все улеглось. — Работа американцев, — ответил Ли. — Они сгущают на расстоянии атмосферное электричество и вызывают грозу. Очевидно, у нас где-нибудь произошел временный прорыв воздушного заграждения. Этим и воспользовался враг, чтобы нанести разрушение нашим силовым установкам. Но в другой раз им это не удастся. Недавно мною поставлены грозовые разрядники. К сожалению, их не применяли до сих пор, считая, что и воздушное заграждение вполне охраняет нас. Я не заметил, как к нам подошла Эа. Она сказала Ли, что шпионы пойманы, что в последней борьбе они уничтожили два наших корабля, но вместе с тем погибли и сами. И потом Эа наклонилась к самому уху Ли и что-то прошептала. Я удивился этой чрезмерной предосторожности. Ли кивнул ей головой и, обратившись ко мне, сказал так же тихо. — Сейчас мы выступаем. Затем он добавил, несколько повысив голос. — Момент слишком серьезный. Нужна особая осторожность. Идем. Глава девятая. Последний бой. В небе, насколько хватал глаз, видны были стаи птиц. Можно было подумать, что куда-то на ночлег слетались со всего света вороны. Но это были не птицы, а воздушные корабли, среди которых находился и наш. — Атлантический океан! — крикнул Ли, стараясь перекричать шум ветра за стенками нашего снаряда. — Атлантический океан! Давно ли мы были в Туркестане? Решительно эти люди победили время. Развернувшаяся внизу картина заставила меня вскрикнуть от удивления. Весь берег моря был заполнен необычайными существами, которых можно было принять за чудовищных вымерших животных. Это были какие-то странные пресноводно-воздушные животные. Хотя они были похожи друг на друга, одни из них, дойдя до края от логова берега, погружались в волны и, очевидно, продолжали свой путь под водой. Другие плыли по поверхности воды, иные летели над океаном. Не правда ли это напоминает картину первобытного мира? Стадо чудовищных ящеров идет на водопой. Это наши истребители. Они одинаково хорошо чувствуют себя на воде, под водой и в воздухе. Их были тысячи, может быть, сотни тысяч. И тысячи воздушных кораблей реяли в воздухе. — Какая истребительная война! — подумал я. — При таком количестве участников в один день могут погибнуть миллионы людей. — Сколько человек насчитывает ваша армия? — спросил я Ли. — Вы хотели спросить, вероятно, сколько киловатт? — ответил он вопросом. Я посмотрел на него с недоумением. Эти орудия таят в себе миллиарды киловатт энергии. А людей — семьдесят три человека, считая и нас с вами. Но позвольте, кто же управляет всеми этими машинами? Эти машины не имеют людей. Небольшое же число людей, составляющих всю нашу армию, управляют движением машин на расстоянии, по радио. — Так, значит... — Значит, это будет больше войною машин, чем людей. Победит тот, у кого лучше техника. Ведь так, кажется, говорили и в ваше время. В этом новом для меня мире я совершенно потерял представление о времени. Побеждая огромными скоростями передвижения пространства, эти люди победили и время. Я не мог определить, сколько минут или часов продолжался наш полет над океаном. Летя с бешеной скоростью, мы как будто хотели догнать солнце. Его последние лучи еще золотили высокие облака над нами, когда Ли сказал. — Мы подлетаем к берегам Америки. Я посмотрел на него и увидел, что против обыкновения он был взволнован. — Настал день, — сказал он, — когда решится судьба мира. Погибнем ли мы или погибнут наши враги? Но земной шар больше не будет разделен на две половины. Но я уверен, что погибнут они. Мы не можем погибнуть, потому что за нами будущее. А они — последняя мрачная страница прошлого. Не успел Ли досказать эту фразу, как и я уже отчетливо увидел американские берега. Еще несколько мгновений, и наши корабли уже летели над берегом. Место было пустынное. Мы летели значительно тише, и я мог хорошо рассмотреть невеселый ландшафт. Берег от лога поднимался и переходил в обширную равнину, края которой пропадали во мгле надвигающегося вечера. — Неплохой плацдарм. Есть где развернуться, — подумал я. — Но почему нет врага? Мы, очевидно, застали их врасплох. Вспыхнули прожекторы, и сразу над равниной настал голубой день. Яркий голубой свет осветил дали, и я увидел странное явление. Из-за далекого леса медленно, как слоны, двигались какие-то существа, напоминавшие гигантских сороконожек. Они направлялись к глубокой расселине, пересекавшей равнину. — Это мосты, — сказал Ли. — Очевидно, о нашем приезде уже знали. — Мосты? Ходячие мосты? — Старая штука, — ответил Ли. — У нас вам разве не приходилось видеть? — Их устои подвижны, как ноги. Этими ногами, конечно, управляют люди, управляют издалека. И мосты идут и становятся на место. А мосты молча деловито продолжали свое шествие, дошли до расщелины и начали осторожно, как лошадь, опускающая ноги в воду, нащупывать почву. В ту же минуту я заметил, что ноги живых мостов удлиняются, растут, пока не нащупают дна. Таким образом они перебираются через расщелины, пока передний конец моста не ляжет на противоположной стороне. И все, мост готов. Не успели мосты наладить переправу, как из-за леса появились огромные танки, ползущие по земле, а небо, как тучи и саранчи, покрылось воздушными судами. Мы спустились на землю. Наш воздушный корабль поместили в глубокую расщелину. Ли разложил перед собою карту боя. Это была особая светящаяся карта, где отражалась вся картина боя. И вместе с тем на карте имелись едва заметные кнопки. Бой начался. Впрочем, слово «бой» не подходило к тому, что я видел. Это была какая-то борьба стихий. В небе воздушные корабли столкнулись, как две грозовые тучи. Эти тучи изрыгали из себя снопы огня. Корабли останавливались, сталкивались, разбивались в щепы и падали на землю ливнем металлических осколков и светящимся дождем расплавленного металла. Бешеным хороводом кружились стальные птицы в погоне друг за другом. С мерчем поднимались выше облаков, опускались почти до земли, вихри муносились в стороны и опять возвращались. Редели тучи стальных птиц, проливавшиеся обломками на землю, и вновь сгущались от новых налетевших кораблей. Им не было числа, не было конца. То, что происходило на земле, было не менее страшно, изумительно фантастично. Неожиданно для меня земноводные танки выпустили из стальных тел огромные клешни и бросились друг на друга, как огромные муравьи или бешенно злые скорпионы. Они сжалили друг друга струями огня, в клочья рвали стальными клешнями стальные же тела, разбрасывая металлические обломки далеко вокруг. Не прошло и часа, как на месте гладкой равнины выросла целая груда обломков, пепла, кусков расплавленного металла. Но гора эта жила, кишела, как муравейник. Танки прорывали ходы в этой горе, всюду ища противника. Удивительное всего было то, что во всей этой стихийной борьбе во всех этих машинах не было ни одного человека. На поле сражения проливалась не человеческая кровь, а расплавленный металл, валялись не груды мяса, а стальные обломки. Ли был прав. Это была в подлинном смысле слова война машин. Люди где-то сидели, сидели вдали и направляли машины, которые как будто стали живыми существами. Одного из этих людей, одушевлявших машины, я видел перед собой. Это был Ли. Он уже овладел собой. По крайней мере, был внешне спокоен. Склонившись над картой, мерцавшей фосфорическим светом, он внимательно следил за происходящим на поле сражения, как-то разбираясь во всей этой путанице мелькавших по карте пятен, теней и лучей. Время от времени отдавал кому-то короткие приказания в рупор и беспрерывно нажимал клавиши, укрепленные на карте. Я видел, как от каждого его прикосновения перемещаются по карте темные пятнышки, а, вглядываясь в перископ, как стаи кораблей и густые ряды танков, повинуясь его руке, движутся в разных направлениях. Если бы не этот перископ, то, глядя на Ли, можно было подумать, что он занят игрой в шахматы. — В конце концов, эта война не так уж страшна, — подумал я, не высказывая вслух свою мысль, чтобы не помешать Ли. — И, пожалуй, она гуманнее прежних войн. Здесь гибнут не люди, а машины. Но за машинами стоят люди, их жизнь и благополучие. — Кто это сказал? Ли или я, — подумал вслух. В ту минуту я сам не мог отдать себе отчета в этом. Я посмотрел на Ли. Лицо его нахмурилось. Он нервно сжал губы и несколько раз нажал на одну и ту же кнопку. Но она, видимо, не действовала. Я посмотрел в перископ и увидел, что на одном участке наши танки стоят как парализованные, а вражеские усиленно истребляют их. — Несчастные, они погибли, — тихо сказал Ли. — Их погибли тысячи, — ответил я, думая, что Ли говорит о машинах. — Почему же вы жалеете только эти? — Погибли не машины, а люди. — Те, которые руководили этим участком, — ответил Ли. — Только впоследствии, разговаривая с Ли, я вполне понял значение происходящих событий. Оказывается, не здесь, не на поле сражения происходили самые драматические сцены. Главное внимание противников было направлено совсем не сюда. Исход сражения зависел от того, кто первый найдет и поразит наибольшее количество пунктов, откуда люди управляли действиями своих машин и орудий истребления. Найти эти пункты, находящиеся на огромном расстоянии от поля сражения, было нелегко. И все-таки их находили, благодаря особым пеленгаторным аппаратам, определявшим направление радиоволн. Один только Ли рискнул поставить свой корабль почти у самого места сражения. Но у него, как я потом узнал, был свой расчет. На месте сражения перекрещивалось столько радиоволн, что выделить излучаемую нашим кораблем радиоволну врагу было особенно трудно. Сражение продолжалось, и расчеты Ли оправдывались. Нас не замечали. К утру сражение велось уже с явным перевесом в нашу пользу. Европейцы нащупали и истребили несколько американских руководящих центров. Быстро покончив с истребительными машинами на соответствующих участках поля сражения. Когда солнце осветило выросшую за ночь гору обломков, Ли в первый раз за много часов поднял голову от карты и, улыбаясь, сказал «Победа!» «Теперь уже явная победа!» И, склонившись вновь над картой, он опять углубился в свое занятие. Вдруг карта как-то потускнела. «Они нащупывают нас», — тихо проговорил Ли. «От этой неприятной новости у меня холодок пробежал по спине». «А что же теперь будет?» — спросил я. «Уйти незамеченным невозможно. Нас обнаружат и испепелят». «Да, положение серьезное. Нам нужно подумать о себе. А что вы думаете предпринять?» «Попытаюсь провалиться сквозь землю», — улыбаясь даже в этот опасный момент, сказал Ли. «Я принял это за шутку. Но Ли говорил совершенно серьезно. Правда, мы не провалились сквозь землю. Но наше воздушно-земноводное судно, оказывается, имело еще одно качество, о котором я не знал». «Этого не знают еще и американцы», — сказал Ли. Он отдал приказ, и я услышал какой-то новый глухой шум. «Носовая часть нашего корабля», — пояснил мне Ли, — «снабжена особыми сверлами, которые буравят землю. Для таких сверл даже гранит не представляет преграды. Мы будем врываться в землю, как кроты. На время, чтобы замести следы, мы не будем излучать радиоволн. Таким образом, мы проберемся под землей на новое место и там поднимемся на поверхность». Мощные сверла работали, прорывая узкий тоннель. Особые лапы отбрасывали землю назад. Сверла скрипели так, что этот пронзительный звук слышался сквозь плотные металлические стенки корабля, и весь корабль дрожал лихорадочной дрожью. Металлические кротовые лапы скребли землю и продвигали длинное тело корабля. Судя по наклону пола, мы зарывались в землю все глубже. «Куда приведет меня это подземное путешествие?» «Хот мне никто не знает, что яします будет!» «Раджи επι ведет землю». «Я верю ребенку в такомMon burnt quino». « was it вот это подземное путешествие?» Продолжение следует...